Здравствуйте! В этом году вы смотрите еженедельную православную передачу «Свет миру». 28 июля Церковь молитвенно почтила память святого равнопостного князя Владимира. В этот день весь православный мир отметил знаменательную дату – 1025-летие Крещения Руси. В рубрике «Епархиальная весть» вы узнаете, как это событие отметили в Липецкой и Задонской епархии. В это праздничное воскресное утро православные верующие встречали митрополита Липецкого и Задонского Никона, который возглавил богослужение в Христорождественском кафедральном соборе. Божественная литургия в главном храме областного центра положила начало празднованию 1025-летия Крещения Руси в нашей епархии. Не случайно его называют русским савлом. Долгое время князь Владимир был лютым язычником, поклонялся каменным истуканам, и только лишь когда всем сердцем принял свет Христовой истины, крестившись сам, князь Владимир выбрал христианство в качестве государственной религии Киевской Руси. Этот праздник не только для меня, для всех православных христиан очень большое значение имеет, потому что благодаря Крещению Руси у нас появилось, в мире появилось мощное государство – Россия. Крещение Руси – это большой праздник, праздник для каждого христианина, потому что он дает нам жизнь, другую жизнь, потому что без Крещения мы не сможем быть с Богом, только через Крещение мы соединяемся вместе с Богом. Прихожанин собора Владимир Кречанин сегодня пришел в храм вместе со своей семьей. Он считает, что праздник Крещения Руси можно назвать и церковным, и национальным, и государственным, поскольку святой равноапостольный князь Владимир заложил основания русской веры – нации, государства и культуры. 1025-летие Крещения Руси – это для всех православных и всего мира имеет огромное значение, потому что несмотря на то, что в настоящее время разделилась, так сказать, та самая Киевская Русь, которая была, несмотря на это, как бы православный по всему миру, я считаю, что очень большое значение имеет именно, во-первых, за последние 25 лет даже идет тенденция к тому, что, во-первых, поднимаются, возводятся новые храмы, реконструируются старые храмы, как бы люди все более тянутся к Богу, потому что все-таки, ну, невозможно жить все время в меркантильных каких-то таких интересах. После службы духовенство имиряне с иконами и хоругвами прошли крестным ходом вокруг собора. Затем на ступеньках собора владыка Никон возглавил молебен святому равноапостольному князю Владимиру. В окончании его он прочитал для всех собравшихся послания святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с 1025-летием Крещения Руси. Владыка Никон пожелал всем прихожанам молитвенной помощи святого равноапостольного князя Владимира. В благословении митрополита Липецкого Задонского Никона 28 июля в полдень по московскому времени во всех 156 приходах нашей епархии звонили колокола. Полуденный колокольный благовест был приурочен к празднованию 1025-летия Крещения Руси в рамках всероссийской акции колокольного звона «Слава тебе, Боже!» Благовест евангельский, который князь Владимир благовестовал всем народам Руси. И этот колокольный звон является тем дальним ангеловским, который был заложен еще в 988 году. 15-минутный благовест начался с Дальнего Востока. И далее по часовым поясам к нему присоединялись православные храмы Сибири, Уралу и Центральной России. Колокольный перезвон стал символом изменения всех православных народов. День памяти святого раноапостольного князя Владимира. Храм-часовня в честь этого святого при УВД по Липецкой области отметила с первой своей истории престольный праздник. В этот день крыльчарь Христо-Ждественского кафедрального собора Липецка протерий Владимир Максимчук и руководитель епархиального отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами Ирия Илья Азарин свершили в нем молебен. Песня. В этом году пришли помолиться ветераны МВД, вдовы и родители военных, погибших в горячих точках. Сотрудники управления признаются, что храм необходим для каждого полицейского. В нем они всегда могут помолиться перед выполнением сложных боевых заданий. Из всех окон УВД, ведь на часовне, мы когда приходим на работу, мы подходим к окну, перекрестимся, попросим благословения у Господа и у святого Владимира помощи. И все дела наши, понимаете, вот просто как по маслу идут. Еще вам скажу, что вот сотрудники, которые после открытия часовни стали уезжать на Северный Кавказ, у нас еще никто не понес никаких потерь. После молебна отец Илья и сотрудники УВД поздравили протерей Владимира Максимчука с Днем Ангела. Те люди, которые проходят через ваше сердце, офицеры, они черпают ту мудрость и слова, с которыми вы к ним обращаетесь. Те самые офицеры, которые сейчас убыли и убывают, несут постоянно службу на Северном Кавказе, нуждаются в вашей молитве. Хочется, чтобы Господь верил, что Господь вас утвердит и укрепит в этом служении, нелегком, на помощи воинского служения. Храм-часовня в честь равноапостольного князя Владимира был построен в 2012 году и предназначен для сотрудников правоохранительных органов. Каждую субботу здесь совершаются богослужения. 4 августа церковь чит одной из жен Мироносец, равноапостольную Марию Магдалину. Эта святая, первая из людей удостоилась увидеть воскресшего Господа. Рубрика «Православный календарь» продолжит знакомить с церковными праздниками следующей недели. Чудотворный Почаевский образ Божьей Матери мы празднуем в понедельник 5 августа. Его почитают несколько раз в году. В этот день празднование иконы Божьей Матери установлено в память об избавлении Успенской Почаевской лавры от турецкой осады в 1675 году. Память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в высотом крещении Романа и Давида совершается во вторник 6 августа. Эти угодники Божьи являлись младшими сыновьями Романапостольного князя Владимира. Они стали первыми русскими святыми, которых канонизировала православная церковь. Борис и Глеб приняли мученическую смерть, но при этом до конца своих дней сумели сохранить веру Христову. Пятницу 9 августа память великомученика и целителя Пантелеймона. С юных лет святой обучался грамоте, медицинскому искусству. Он посвятил свою жизнь больным и убогим, всегда бесплатно лечил всех, обращавшихся к нему за помощью. Его честные мощи и глава находятся на святой горе Афон в монастыре, который получил название в честь этого угодника Божия. 1 августа 110 лет со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Почему люди так любят этого святого, о чудесных случаях его помощи и о Липецком храме честь Саровского чудотворца, вы узнаете в нашем репортаже. Преподобный Серафим Саровский в миру Прохор Машнин родился в Курске в 1754 году в купеческой семье. Родители воспитывали сына в христианском благочестии. Маленький Проша с ранних лет находился под Божьим покровом. Господь сохранил его невредимым, когда отрок оступился и упал со строящейся колокольни. Чуть позже он исцелился от тяжкой болезни, во время которой ему явилась сама Божья Матерь. На протяжении всей земной жизни Царица Небесная постоянно его оберегала. Произошло с человеком какое-то необычное событие. Каким-то образом Господь его, может быть, останавливает от греха, предупреждает его. И человек должен прислушаться к этому. Вот этот пример, этот факт из жизни преподобного Серафима Саровского учит нас, чтобы и мы в подобных случаях, если с нами случается какое-то чудо, задумывались и останавливались от греха, и дальнейшую жизнь посвящали служению Богу и людям. Всю свою оставшуюся жизнь он посвятил монашескому служению, приняв постриг в Саровской обители. Образ жизни старца был до крайности суров. Даже в сильные морозы его келья не отапливалась. Спал он, сидя на полу, прислонившись спиной к стене, либо положив под голову камень или полено. Все это делом ради умиршления страстей. Душа должна владеть телом. То есть человек должен быть хозяином своей душе, искоренять страсти и посвящать себя Богу. Вот для того, чтобы вот это дело совершить, для этого нужны вот эти подвиги. Саровский подвижник близок к душе каждого православного человека, ведь он незримо всегда пребывает с нами в страданиях, испытаниях и упованиях. По любому поводу можно обращаться. По работе где-то какие-то бывают нюансы, в общении с семьей, с детьми, здесь в храме, на исповеди. Батюшка помогает вспомнить забытые грехи. Я считаю, что это действительно родное что-то, это твое, близкое. Даже трудно объяснить, но батюшка ведет уже. Я чувствую, что его помощь, его руку я чувствую на себе. Семь лет назад в районе опытной станции Липецка по инициативе протеерея Сергия Гришина и местных жителей началось строительство храма в честь этого святого. Здесь ничего не было. Стоял стульчик и прошел первый молебен. Нас было, наверное, человек шесть. Представляете, вот футбольное поле пустое. По милости Божией и по молитвам батюшки Серафима Саровского у нас стал строиться храм. И, ну, как сказать, такая благодать у нас тут. Не надо никакого недевеева, ничего не надо. Вот надо приходить в наш храм. Вначале, когда храм начал строиться у нас, прихожан было маловато. А потом, со временем, нас стало побольше. И вот нас батюшка Серафим, он объединил. Мы какие-то стали все дружными, активными и родными. Сам факт строительства храма – это уже чудо. Потому что мы строим исключительно на народные сбережения, пожертвования. И в наше время, когда помощи ниоткуда не дождешься особо, это очень дело трудное, кропотливое. По молитвам преподобного Серафима, сегодня исцеляются многие люди, чьи тяжкие недуги долгое время не подавались земному врачеванию. У каждого прихожанина этого строящегося храма есть своя история, связанная с духовной и физической помощью святого. В 2000 году я только что отлежала в больнице. Ко мне приходят сотрудницы. Зовет меня в поездку в Дивеево. Я говорю, я не в состоянии. Но все-таки поехала. Набрала с собой кучу таблеток. За время поездки я ни одной таблетки не приняла. Побывали мы в Дивеево. Возвратилась я оттуда. Вот со мной в духовном плане, в душевном состоянии произошло такое изменение. В общем, я увидела другой смысл жизни. Мы ездили в Дивеево. Мы там жили 4 дня. Вы знаете, у меня сахарный диабет. У меня за 4 дня даже сахар не поднялся. Было норме. Я очень тяжело заболела. Лежала в центре хирургии в Москве. Сын мне принес молитвослов и книги про батюшку Серафима Саровского. Я начала читать эти книги. И поневоле поняла про веру. Хотя я даже партию не вступала по соображениям. Вера. Но здесь я поняла, что такое вера. И поняла именно через то, как батюшка Серафим Саровский встречал людей. Мы один раз сидим и говорим, Господи, ну помоги нам. У нас денег нет. А рабочим нужно было отдавать деньги, зарплату. Смотрим, женщина заходит. И нам пожертвование дает. И мы обрадовались втроем. Говорим, Господи, вот Серафим Саровский нам помог. Мы, прихожане, постоянно молимся ему. И просим преподобнее отче Серафиме, моли Бога о нас грешных. И он наши молитвы слышит и помогает нам. Мы это на себе ощущаем. Для подрастающего поколения, учащихся в воскресной школе, батюшка Серафим близок по-своему. Дети с удовольствием вспоминают интересные случаи из жизни святого старца. Батюшка Серафим кормил медведей. Он был с ним очень ласков, и он как бы святой был, они его не трогали. Мне больше всего понравилось, и меня удивило то, что, когда проносили икону Киево-Печерской лавры, он как бы спался, у него была большая болезнь тяжелая. И когда принесли эту икону, он выздоровел. Милостью Божией и стараниями прихожан, за эти годы на пустыре буквально вырос целый храмовый комплекс. Сейчас с полным ходом идут отделочные работы основного храма. Временно богослужения совершаются в здании крестильного храма. 1 августа в престольный праздник сюда пришли помолиться не только жители опытной станции, но и других микрорайонов города. В 20 веке практически русский народ был истреблен. То есть отучали от веры, рушили храмы, велась пропаганда безбожная. Просто уничтожались мыслящие люди, не только священники, а вообще человек, который имел собственное мнение. Казалось бы, лучшие люди были уничтожены в плане духовном. Остались люди, которые низкого духовного качества. И вот их дети, их внуки вдруг опять подымают храмы, открывают воскресные школы. Как бы Бог посрамляет дьявола. Казалось бы, ты все уничтожил, России больше нет. Однако же опять подымаются храмы в честь тех святых, которые молились за Россию. В этом году церковь празднует 110-летие прославления преподобного Серафима Саровского. Он был причислен к лику святых при непосредственном участии императора Николая II и его семьи в 1903 году. Всякого приходящего к себе преподобный старец встречал словами «Радость моя, Христос воскресе!» В рубрике «Тебе поем?» смотрите музыкальный клип «Ходит кони над рекою». Поет вокальный ансамбль «Десять талантов» художественный руководитель Тимофей Фролов. Тимофей Фролов Ходят кони над рекою, Ищут кони водопою, К речке не идут, больно перекрут. Не ложбиночки пологой, Не дробиночки обогой, Как же коням пить, кони хочут пить. Вот и прыгло королами, С этой крути, а то я май. Синяя река больно глубока, Ходят кони над рекою, Ищут кони водопою, Ищут кони над рекою, Ищут кони над рекою, Завершить нашу передачу хочется словами Свидетеля Василия Великого. Всякий повод для лени есть повод для греха. Пусть эти слова станут хорошим наставлением Для всех наших телезрителей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова